Всем привет! Продолжаем изучать реактивный спринт. И сегодня мы поговорим о сервер-сент-эвентах, то есть об эвентах, которые у нас посылаются с сервера. Мы говорили о них, когда рассматривали 40 лет стэк, а сегодня рассмотрим реактивный стэк. Я вот еще, кстати, нашел забавный ответ. Количество лайков, думаю, вас убедит прочитать его. Ну и в первую очередь полезное это тем, кто слабо знаком с данными технологиями, что такое сервер-сент-эвент и что такое веб-сокеты, где и почему они используются. Тут вот основная характеристика и преимущества, недостатки. Почитайте. Почитайте, почитайте. А мы вернемся, значит, к нашим реактивным, реактивным ССЕ. Я буду говорить ССЕ. Значит, такс. Почему ССЕ? Мне захотелось сделать. Вот я сейчас веду практику, и там я, значит, делаю некое простое приложение на реактивном стэке. И одна из функциональностей, которая у меня есть, это, значит, у меня выводятся посты, то есть есть подзагрузка. То есть это как как Twitter, да? То есть существует у меня подзагрузка. То есть изначально я подключаю три, вот даже видно, что изменилось. Как эта штука-то называется? Не помню, вылетела. Ладно, то есть вот она какая толстая. Если сейчас подключаю, что в действительности? То есть идет подзагрузка. Да, но также, также у меня есть возможность создать, создать новый пост. И я хотел бы, я хотел бы, чтобы те люди, которые в данный момент, в данный момент просматривают вот страничку главную, да, last post, last post, то им, то им, в этот момент, когда я сделаю, новый пост, я вот создам новый пост, вот у меня есть менюшка, создать новый пост, то им сверху-сверху, собственно, было объявление или просто постился бы новый пост сверху. Ну, собственно, то, как делает Twitter. И вот здесь вот эта технология SSE, в принципе, она идеальна вот для этой задачи. То есть, когда вам нужно с сервера послать какое-то событие. С сервера вам нужно послать событие. Итак, как мы это можем сделать? Вот у меня есть приложение, приложение И. И, и, и. Когда я создаю пост? Когда я создаю пост? Я публикую его, публикую, то есть, я использую концепцию паблишеров. То есть, у нас есть лисенеры внутри спринга, как вы знаете, или должны знать, по крайней мере. У нас есть некие лисенеры, и воспользоваться ими мы можем благодаря вот этому объекту, объекту Event Publisher. То есть, некие, некие прослойки, которые существуют в спринге. То есть, мы можем запубликовать наш Event. То есть, вот когда я создаю какой-то топик, пост, да, я автоматически еще и публикую его. И теперь мне нужно создать еще один лисенер. Еще один лисенер, помимо того, который у меня уже есть. У меня один лисенер, это делает рассылку, это так между делом. В данном случае это не важно. А вот другой лисенер у меня будет, скажем так, ответственен за то, чтобы помочь мне с отображением новых постов для юзера. Окей, как это можно было бы сделать? Я вот здесь уже создал папку sse. sse назвал. И давайте создадим, значит, сперва, сперва, некий database form for emitters. То есть, некая база данных, которая будет хранить в себя топики под каждого эмиттера, под каждого эмиттера. А наполнять, чтобы ее грамотно, мы должны, собственно, подписаться на данное событие. Для этого мы должны реализовать ApplicationListener, например. И здесь topic event. И, соответственно, нужно реализовать метод. Сделали, да? Теперь я сделаю по-простому, без всяких там суперпроверок, я лишь дам основную идею. Значит так, заводим здесь специальную переменную мапу, которая будет у меня хранить, 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 так, хешсет топик, current emitters. current emitters, new hashmap. Значит, здесь key, key это эмиттер, а value это topics for him. Топики, то есть здесь может накопиться некое количество топиков. некое количество топиков. Но здесь переполнения не будет никакого, так что за утечки памяти не беспокойтесь. Во-вторых, во-первых, вернее, после того, как я каждому эмиттеру отправлю, каждому эмиттеру отправлю сообщение, то есть топик, да, я буду удалять из этой базы, а если эмиттер отключился, то несмотря на то, что будет пополнение, я ставлю условия, чтобы если больше пяти здесь набралось, то я удаляю и эмиттера из базы. окей, 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 как это можно было бы реализовать, реализовать. Так, но для начала это у нас должен быть компонентом, компонентом, потому что я буду его использовать, я его буду использовать в других, в других, в других местах. Значит так, когда вот мне запубликуют event, запубликуют event, да, мне придет этот event, мне нужно его для всех, для всех эмиттеров пополнить их, их хэш сет. Поэтому мы, собственно, так и делаем currentEmitter, forEach и forEach. Если, если, если topic size больше равно пяти, то есть если начинается, так, здесь надо это выточить, забыл, то есть начинается какое-то заполнение, заполнение, то я, то я, то я, то я возьму и remove, 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 то я за-removeю данного эмиттера. Давайте я здесь даже лучше назову вот так, эмиттер. Эмиттер я шифрую строкой. Чуть позже увидим, как я это сделаю. Значит так, вот я remove, иначе, 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 я добавляю, добавляю к данному эмиттеру и в его хэш сет данное событие. Только мне здесь нужно взять event и get topic. У меня вот специальный topic event, это просто обверка над топиком, ничего более. Окей. То есть это вот таким образом, вот таким образом у меня будет, скажем так, я буду обрабатывать входящее событие. То есть я подготовил, подготовил некий топик для конкретного эмиттера. И для простоты, для простоты, чтобы взаимодействовать с данным, с данной мапой, я реализую, я реализую getter. Я реализую getter. Окей. Едем дальше. Теперь нам нужен специальный контроллер. Я создам вот здесь специальный контроллер, который у меня будет взаимодействовать с юзерами. Когда юзер будет устанавливать соединение, используя sse. Я его назову sse-контроллер. Может не самое удачное имя. Но ладно. Значит, это у меня для начала request-контроллер. И request-mapping я делаю по sse. Это некий корневой будет. Некий корневой. Затем мне нужно, давайте, private, вот этот вот, database for emitters. Так, я лучше, короче, делаю название. Окей. The injection. The injection. Так, здесь мне нужен конструктор. Так, the injection, да? И теперь здесь будет у меня get mapping, get mapping, с помощью которого, собственно, я буду отправлять, отправлять топики, новые топики юзерам. Окей. Как я это сделаю? Допустим, я назову notify, notify, то есть уведоми. Уведоми. И вот здесь, вот здесь я буду использовать name. То есть я буду использовать некий name. То есть, а этот name, это у меня, я буду привязывать каждому конкретному юзеру. Каждому конкретному юзеру. Хотя, ладно, давайте пропишу, давайте я лучше пропишу, а потом покажу, где я его делаю. Значит, дроп паблик. Паблик. Возвращает у меня это дело флакс. Мы же в реактивной версии, и топик должны возвращать. Окей. И я назову get just created topics. Get just created topics. Ну, или topics, лучше topics. Угу. Так. Теперь мне нужно достать path variable отсюда. name, string, name, name, string, name. Окей. Теперь я должен вернуть данный флакс. Беру флакс. From iterable. Здесь я пользуюсь, 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 пользуюсь вот нашим объектом. Нашим объектом. Беру у него, беру у него эмиттеров. Из эмиттеров, из эмиттеров, из эмиттеров, я беру нужного мне эмиттера, а это я, нужного эмиттера я беру по имени, вот по имени, которое мне передастся. И теперь do on next, do on next. Do on next. После того, как я отправлю, после того, как я отправлю. То есть мне, это событие я отправлю непосредственно, да? Я должен, я должен из хэшсета, из хэшсета, вот из этого хэшсета, я должен удалить. Я должен удалить. Так. Для этого я снова беру Get, Name и Remove, а, Remove Topic. Remove Topic. Так. Хотя мне здесь не нужно, так, где-то я потерялся. А, еще одну нужную скобочку. Так, с этими, с переносами запутался. Так, вот я закрыл. А, теперь это мне не нужна. Вот, отлично. Ой-ой-ой. То есть, вот наш некий контроллер, некий контроллер, который, благодаря которому у нас будут отдаваться, отдаваться нужные флагсы. Теперь нам нужно перейти в наш контроллер, в наш главный контроллер. То есть я буду вешать, вешать, общаться с вот этим Last, только, вот с этими SSE, с этими SSE-эвентами, только, только, когда у меня юзер зайдет на событию, на страничку Last. Для этого, для этого, для этого, я здесь, я здесь, так, мне нужно снова заинжектить вот этот вот, значит, private final data base emitters. Так, нужен новый конструктор. Название не дал. Окей, давайте, новый конструктор, конструктор. Окей, вот наш новый конструктор. Теперь я сгенерирую некий KateNode. KateNode. Это для этого... Random, 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 random и ToString. То есть я сформировал для каждого, кто постучится на эту строчку, некое-некое рандомное значение. Значение UIT, 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 UIT. И... То есть это некая рандомная строка. Некая рандомная строка. И дальше я в модель, в модель передам этот KateNode. KateNode. И теперь мне также этот KateNode, KateNode, да? Это ведь KateNode, это у меня ничто иное, как вот этого стринга, который я привязываю к эмитеру. К эмитеру. Мне нужно добавить метод еще AdEmitter. Мне нужно добавить метод AdEmitter. Ладно, давайте я... Значит так. Database, AdEmitter, AdEmitter. AdEmitter. AdEmitter и здесь я передаю KateNode. И нужно, нужно мне создать данный метод. Так, так, так. Здесь мы просто берем KateNode. И кладем KateNode и пустой-пустой хэшсет. Пустой-пустой хэшсет. Окей. Сделали, да? И остался самый последний шаг. Я должен теперь вернуться вот на главную страничку и добавить еще один скрипт. Добавить еще один скрипт. Добавить еще один скрипт. Так. Еще один скрипт. Так, вот эта строчка мне нужна, чтобы внедрить сюда тот KateNode, тот KateNode, тот KateNode, тот KateNode в JavaScript. Так, let, KateNode, и здесь вот такой вот необычный индексис, ой, синтаксис, синтаксис присутствует, то есть я должен KateNode. Вот таким образом передается, передается значение в JavaScript. В JavaScript. Окей. Теперь мне нужен event source. Event source. Давайте source. New event source. Event source. И тут мы пишем. HTTP. Localhost. 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 Да, я знаю, что имена прописывать здесь вот эти вот плохая идея, но поскольку я делаю именно, 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 ну, тренировкой, я знаю, что я буду запускать на этом, на локальной, поэтому, поэтому пока пропишу. Ну, в общем случае здесь вот это прописывать неправильно, неправильно. Надо либо передавать значения, либо передавать, либо пользоваться, здесь там, window location, window location брать. И там брать путь. Окей. Теперь нам нужен sse. Напоминаю, что sse у нас работает через протокол http. Notify. И затем нам нужен добавить k. Окей. То есть вот мы подключились. Окей. И нужно писать события. OnMessage, OnHorror и так далее. Event. Значит так, чтобы видео не делать супердолгим, поскольку мне здесь придет json, json, то его надо распарсить и вставлять. Чтобы вот этим вот делом не заниматься, вот подобным, я сделаю в консоль, а на практике, на практике разберем, на практике разберем, вставим это дело как надо. А здесь лишь хочу показать идею. Хочу показать идею. Так. Начали. Поэтому я просто сделаю вывод в консоль. Консоль данного... данного события. Данного события. Окей. И все. Все, 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 все. Давайте запускать. Итак. Вот я запустил несколько окон. Некоторые под... под SPA режимом. Под SPA режимом. Вот запустил. Вот у меня главная страничка. Я вот когда зашел, да, сюда, зашел сюда, у меня, значит, что здесь произошло? Мне сформировался некий-некий ключ индивидуальный, некий ключ. И я его, значит, добавил в эту базу данных для эмиттеров. Сейчас у него, у него вот здесь вот значение пустое. То есть, в смысле, я имею в виду пустые события. Так. Вот. Давайте теперь я попытаюсь создать события. Здесь я выдумывать ничего не буду. Вот так вот. Просто... Просто... Просто тупой текст. Так. Вот я отправил. У меня сохранилось. И вот мне пришел ответ. JSON. Видите? JSON. Вот эти... А-а-а-а-а-а-а. Теперь... Так, это не то. Это мой план. А... И это... А вот. Теперь давайте подключим еще одного персонажа. А вот у него уже отображается ААА, к которому он зашел. здесь этот ААА не отображается этот ААА вот этот ААА, который пришел в Джейсон мы должны были сделать вот как вот эти вот отобразить просто вставить грамотно у нас уже есть информация а вот зашел другой человек и у него уже ААА отображается но он зашел сюда и ему так же ему так же присвоился вот этот вот некий индивидуальный ID некий индивидуальный ID то есть я с каждым ID связываю свою базу данных свою базу данных но повторюсь, здесь учестик никаких нет у нас же объекты они хранятся по ссылке у нас только ссылки все, то есть память у нас же не копируется каждый раз объект то есть у нас множество множество эмиттеров и все они ссылаются на самом деле на один объект и как только объект был разослан я из каждого из каждого эмиттера из каждого эмиттера а нет, не здесь я что делаю? я удаляю удаляю данную ссылку я не объект удаляю как таково а я удаляю ссылку ладно теперь давайте я хочу запостить еще один объект а, ббб 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 так, ббб и вот вот, вот, вот то есть вот второй объект пришел а тому 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 так, нужна консья а тому вот пришел вот ббб вот таким, вот таким вот образом можно осуществить эмиттер ССЕ 属 Nou Server Sand Event Server Sand Event так ладно, давайте вкраску на самом деле, о PSSE когда мы рассматриваем реактивность можно вообще двумя словами сказать так, это я не то открыл, не нужно мне вам нужно создать источник event source указать путь указать путь и каким-то образом реализовать функцию onMessage сделали второе, самое важное что вам нужно сделать, это это создать контроллер контроллер, который вам отдает флакс который вам отдает флакс то есть ту информацию, которую вы хотите получать и здесь каким-то образом нужно флакс формировать каким-то образом флакс формировать чтобы был вот этот вот флакс у меня индивидуальным я для этого и создал создал вот эту вот мапу вот эту мапу вот такие вот такие дела ладно изучаем спринг дальше изучаем реактивный спринг дальше see you next time спасибо за просмотр Продолжение следует...